Друзья, всех приветствую вас на своем канале Древние в Подмосковье. Меня зовут Алексей. Ну вот, мы уже почти подошли ко второй половине августа. И сегодня поговорим о том, какие бывают у томатов болезни, а главное, как их избежать. Какой интересный листок у меня на голове. Многие, думаю, столкнулись с такой проблемой, как заболевание томатов. Но в чем же причина? И каким образом я борюсь с этой причиной? А главный, наверное, основной вопрос, а почему на моих томатах нет никакого заболевания? Ни фитофторы, ни вершинной гнили, ни прочих других заболеваний. Я вам сейчас расскажу все поэтапно. Знаю, что многие уже томаты сняли, большую часть из своих теплиц. Но я стараюсь их особо не снимать, так как с болезнями особо не сталкиваюсь. И причина тому вот какая. Во-первых, все томаты, как я уже говорил в самом начале лета или даже весны, что я свои томаты полностью закрываю травой, мульчой. Где-то порядка 15-20 сантиметров. И причем не сухой мульчой, а свежескошенной травой. Мне говорили, что у тебя трава будет гореть, растениям будет плохо. Друзья, посмотрите, вот такие шикарные томаты, им далеко не плохо. Чувствуют они себя очень хорошо и при этом получают много питания. Но это не самое главное. Самое главное – отсутствие болезней. А отсутствие болезни ввиду того, что у меня земля закрыта. Так как, например, заболевание фитофтора – это грибковое заболевание, которое, как я рассказывал, путем испарения из земли поднимается в высоту растения, хватается за томаты, хватается за листву. Но у меня как такового испарения не происходит, потому как вся земля полностью закрыта травой. Эта трава, вот эти 15-20 сантиметров, буквально высыхает, ну, может быть, где-то в течение недели. То есть вы зайдете, а у вас уже здесь будет лежать, можно сказать, солома. И практически перегнившая. Потому как от травы этой остается, ну, может быть, сантиметр, максимум два. Это одна из основных причин, почему редко приходится поливать томаты, так как томат – растение засухоустойчивое, и частого полива он не требует. Ну, а вторая причина – томат не любит влагу. Потому как многие болезни именно из-за большого количества влаги. У томата корневая система устроена таким образом, что, например, как сейчас у нас идут дожди, если самому томату потребуется влага, то его корни даже вылезут из-под теплицы и возьмут ровно столько влаги, сколько ему нужно. Но, когда у вас уже висят такие достаточно большие томаты, то смысла поливать вдвойне не имеет. И я прекратил полив. Потому что, если сейчас я полью под каждый томат по 2-3 литра, то на выходе я получу полностью растрескавшийся томат. А мне это абсолютно не нужно, так как я хочу хороший, красивый, цельный томат видеть у себя на столе. Например, когда соберусь делать какой-то салат. Поэтому, касательно этого пункта, давайте подведем итог. Томаты во второй половине августа, да и, можно сказать, и в первой половине августа, я уже не поливаю. Они у меня стоят уже сами по себе. И, как видите, абсолютно нормально растут. Наращивают новые помидорки. С этим никаких проблем нет. То есть, значит, все-таки томат влагу получает. И при этом стоит здоровая листва, здоровый стебель. И никаких заболеваний на них нет. Вернемся к вопросу листвы. Листву на томатах я срезаю. Ну, наверное, до середины, может быть, чуть выше. Постепенно. Как завязалась первая кисть, срезаю. Как завязалась вторая кисть, тоже срезаю. Для чего я это делаю? Ну, во-первых, если даже идет испарение из земли, то той же фитофторией не за чего будет цепляться, так как у вас листвы просто нет. И это первая причина. А вторая причина. Томаты – это растение, которое любит проветривание. Оно абсолютно не любит влагу. Поэтому теплицу я свою открываю. Оставляю открытой, даже при температуре, если на улице 12 градусов. Так как мы прекрасно с вами понимаем, ну, по крайней мере, я думаю, многие из вас точно понимают, что томат – это и засухоустойчивое растение, и при этом еще хладостойкое. После того, как у меня томаты доросли до вершины моей теплицы, макушки я, естественно, подрезаю. Кто-то, наверное, сейчас из вас скажет, что томаты лучше собрать и еще часть урожая нарастить, собрать к сентябрю. Но, друзья, для меня столько томатов, сколько я выращиваю здесь, более чем предостаточно, так как, наверное, даже избыток. А томаты гораздо вкуснее, которые висят на кусту. Так как томаты, когда вы срываете и кладете в коробку, ну, вкус уже не тот. Все-таки томат, когда набирает сахар непосредственно на самом растении, он значительно вкуснее. Да и вторая проблема. Если, не дай бог, у вас какой-то томат подгнил или еще что-то там, ну, не заметили, положили, например, свитофторой, там, с вершинной гнилью, то вот этот вкус, запах гнили, он передается другим томатам, и остальные томаты, опять, так же, если вы вдруг не уследили, начинают тоже гнить. Чего бы не хотелось. А здесь у вас практически каждый томат находится под присмотром, и вы видите, есть ли какие-то проблемы на томатах или нет. Теплица у меня постоянно открыта. Естественно, когда ночь температура опускается, там, до плюс пяти, я теплицу закрываю, так как, ну, реально для любого растения достаточно холодно. А все остальное время, если температура 10-12 градусов, у меня теплица стоит на проветривании. И даже если идет на улице дождик, я все равно теплицу не закрываю, так как все равно ветер гуляет по всей теплице и не дает растению получить вот эту вот порцию влаги, от чего могут появиться заболевания. Что делать, если на ваших томатах появились какие-то заболевания? Ну, наверное, конечно же, в этом случае лучше томаты снимать. И смотрите, рядом стоящее растение. То есть, если вы видите, что один за другим томат начинает заболевать, я думаю, есть смысл все-таки все томаты снимать и действительно их дозаривать уже дома. Но, еще раз повторюсь, у меня такой проблемы нет. И причина тому основная, то, что у меня полностью грунт, где растут томаты, он закрыт. И влаги, как таковой, на растениях нет. Вся влага, которая нужна растению, она находится под мульчой. И, еще раз повторюсь, томат берет ровно столько влаги, сколько ему нужно. Если со всей теплицы сейчас снять томаты, наверное, можно получить значительно больше урожая. Но, как я сказал буквально несколько минут назад, о том, что я не вижу смысла собирать томаты, так как я хочу получать вкусные, свежие. Мне нравится вот этот запах, вкус свежего сорванного томата с куста. Когда его можно взять? Ну, даже не знаю, давайте какой-нибудь небольшой томатик висит. Посмотрите, какие висят. Друзья, вы не представляете. Какой кайф у этого томата. Такой вкус из коробки, конечно же, получить сложно, потому как в коробке он, абсолютно, еще раз повторюсь, другой. Все-таки томат на кусту, он более сахарный, более вкусный. Плюс вот эта вот пыльца, которая на него попадает, конечно же, придает ему такого еще больше вкусного, большего вкуса, ну и сахаристости в том числе. Ну, на этом я, наверное, свое короткое видео, относительно короткое, закончу. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их внизу в комментариях. Расскажите, есть ли у вас какие-то заболевания, сняли вы уже томаты в теплице или нет. Всем хорошего урожая в этом году. Следите за своими растениями. Они также требуют ухода. Субтитры сделал DimaTorzok